Всем привет! На связи опять же Артём Лукьянов, автор сайта videosmile.ru Как вы помните, в предыдущем уроке мы создали стильное слайд-шоу. В этом уроке мы опять же займёмся созданием слайд-шоу, но теперь заменим вот эти вот переходы исчезновением на переходы с эффектом переворачивания страниц. И для начала создайте новую композицию. Composition, New Composition. Не будем выдумывать и назовём её слайд-шоу 2. Так, NTSC DV29. Длительность давайте выставим в 5 секунд. Так, окей. Новая композиция создана. Теперь выделите исходные фотки на панели Project и перенесите их в панель Timeline. Теперь, так же как и в предыдущем уроке, выберите первую фотографию, нажмите клавишу S и давайте поработаем с масштабом. Во-первых, установите индикатор текущего времени в начальную позицию, кликните по кнопке с изображением секундомера, чтобы поставить первый ключевой кадр. Далее, перейдите в панель Composition, кликните правой кнопкой и выполните команду Transform Fit to Comp High, то есть подогнать фотографию по высоте кадра. Как вы видите, соответственно, изменилось и значение масштаба. Далее, перемещаем индикатор текущего времени в конец композиции и изменяем значение масштаба на 100%. Таким образом, мы получили два ключевых кадра, а наше изображение увеличивается по ходу просмотра. Окей. Теперь займемся эффектом переворачивания страниц. Для этого перейдите в панель Effects & Presets и найдите эффект CC Page Turn. Так, почему-то у меня он его не хочет искать. Давайте попробуем заново. Так, вот он. CC Page Turn находится в группе эффектов Distort. Так, переносим его на первую фотографию. Далее, переместим индикатор текущего времени примерно на 4 секунды от начала композиции. И перейдем в панель Effect Controls, чтобы настроить параметры данного эффекта. Как вы видите, на панели Composition уже видно действие данного эффекта. Вы можете кликнуть один раз на маркер, размещенный на углу страницы, и поуправлять уголком. Так, окей. Итак, мы находимся сейчас в позиции 4 секунд от начала композиции. Кликаем по значку с секундомером слева от параметра Fold Position, то есть позиция вот этого вот уголка. И перемещаем, держась вот за этот маркер, страницу в правый нижний угол. Так, что наша фотография полностью видна. Далее, перемещаем индикатор текущего времени в конец композиции, на последний кадр. И перемещаем маркер управления перелистыванием в левый верхний угол. Так, что наша страница полностью перелистнулась. Давайте посмотрим нашу анимацию. Так, вот идет увеличение масштаба, и бац! Началось перелистывание страницы. Так, давайте заменим вот это вот зеркальное отображение первой фотографии на ее развороте просто обычным серым фоном. Для этого, во-первых, надо напротив параметра Back Page выбрать пункт None, то есть нет ничего. Далее, изменить Back Opacity до 100% и изменить цвет на какой-нибудь ярко-серый. Окей, давайте еще раз просмотрим анимацию. Так, все отлично. Окей, давайте скроем параметр Scale в первой фотографии. Кликнем по ее имени и два раза нажмем клавишу U, чтобы появились все эффекты данного слоя, значения которых мы каким-либо образом изменяли. Здесь и Scale, и Back Opacity, и Fold Position и так далее. Выделяем все эти параметры вместе с эффектом. Нажимаем сочетание клавиш Ctrl-C. Убедитесь, что индикатор текущего времени стоит в начальной позиции. Далее, выделяем все остальные наши фотографии, помимо первой. И нажимаем сочетание клавиш Ctrl-V. Теперь все наши остальные фотографии имеют такие же значения данных параметров, как и первая фотография. Давайте скроем параметры первой фотографии, чтобы они нас не отвлекали. И распределим наши фотки по времени. Для этого выделяем все фотографии. И выполняем команду Animation Keyframe Assistant Sequence Layers. Здесь, в пункте Transition, выставляем значение Off. Длительность наложения фотографий оставляем равной одной секунде. Нажимаем ОК. Теперь наши фотографии распределены по времени. В принципе, наше слайд-шоу готово. Нам осталось лишь перейти к панели Project. Кликнуть правой кнопкой по имени нашего слайд-шоу. Выбрать пункт Composition Sightings. Здесь давайте увеличим значение длительности композиции примерно до 30 секунд. Нажимаем ОК. Уменьшаем масштаб отображения в панели Timeline. Так, все наши фотографии поместились. Даже осталось немного времени. Давайте немного подрежем нашу композицию. Теперь длительность слайд-шоу равняется длительности композиции. Все, нам осталось лишь просмотреть наше слайд-шоу. Так, нажимаем Play. Вот идет увеличение масштаба. А вот и эффект перелистывания страницы. Получилось супер. На этом я прощаюсь с вами. До встречи в следующем уроке.